и что же это будет монсберг 500 кастом коронный на 7 дней неплохо ним я сегодня наверное и поиграю ну что погнали в бой зару всем с вами я остап бендер и сегодня я поиграю с коронным мозг бергом но поиграю я с ним не просто так а по специальной схеме давайте немножко музыки да и сейчас я вам покажу что же я с ними сделал а с ним я себе отключил здоровье да нет вы не подумайте это никакой точить сейчас сами все поймете так у нас тут комната числа на медиков пришлось самому и создать потому что я пробовал найти мясо но там к сожалению мясо играют только на болтовках но и нашел одну мясорубку там было всего шесть человек из них было пять штурмовиков и один я медик да вот это конечно было не очень весело то что мне которые любили очень по хэдом стрелять так ладно ну что мы загрузились видите на экране у меня ни хп ни прицела нету я подумал и решил и отключил их нахрен я пробовал играть кстати без прицела до этого скажу вам так в принципе не особо то уж это и чувствуется просто я как-то пробовал так записывать потом не включил себе прицел вернулся на следующий день забыл что он у меня отключены играл со штурмовой винтовкой и неплохо от бедра постерливал и делал фраги так чувак дохнет а то разбегся тут чё ты не дохнешь ним походу это все свой да а то в таком конечно режиме непонятно кто свой а кто чужой и будь неизвестно восстановилась ли у меня т.п. удачи не т.п. а броня или нет чувак дохни а у да это было больно ух ты даже немножко минуты но в минус один факт принципе не страшно надо это исправлять так ну что давайте тут сядем и покараулим я надеюсь к нам кто-нибудь прибежит да я видел там по верхам кто-то шляется в аврорке но я пока посижу подожду так чувак не ботуль глаза и сюда да я тебя пристрелю ой да ладно отлично чувака своего я заминусовал к тому же скажу вам так если я сделал вдруг минус 3 то этого вам не покажет так как тут не показывает абсолютно ничего скажу вам так я даже поставить пистолета так от бедра убивал в принципе замена тут за рыбовика снялить не особо того же сложно как это снайпера так как за снайпер от бедра никто не стреляет а вот стрелять тут за инженера или за штурмовика это будет уже тяжеловато блин чувак что что так пугаешь ты и я вам хочу сказать что чувак так до инфаркта можно довести чёрт вдохни отлично молодец такой еще один отъехал скажу вам по секрету возможно я буду учиться играть без прицела на постоянной основе так как все-таки в варфейс я уже играю более четырех лет по крайней мере так написано в моем личном комбинете на официальном сайте варфейса вот засранится его и меня убил так вот на чем я снялся рда игра в варфейс более четырех лет и чисто интуитивно я уже должен уметь стрелять так от бедра даже вот тому же тут особо ничего страшного нету знаете можно было бы например сделать так точку себе прилепить на экран где этот прицел и все и по этой точкой ориентироваться но так как у нас точность от бедра и физика скажем так позволяют то что пульки могут лететь немножко право и влево и отклоняться то будет очень даже больно ухты граната граната это не хорошо да я мастер прохидок вот непонятно сколько мне кто-то сняли не конечно можно в некоторых случаях определить когда сильно закоцали но вот через сколько у меня армава становится это уж вопрос вопросом да видимо она не успела остановиться даже не начала так как все-таки скажу вам по секрету это так стоять медик отлично вроде я его убил надеюсь сыграю на свою стату ребят если сыграть сыграю на свою стату который у меня сейчас на аккаунте мы грубо говоря 1 и 3 то нормально так сказать игра удалось как все-таки игра усложненную версию до наши что-то немножко у меня располагала так ну что посмотрим да конечно за коксами не сильно вопрос роман скорого становишься или нет как мне узнать что ты вот становишься да конечно было бы проще просто не отключать но я решил так сказать вроде убил остатки бендер легких путей не ищет потому что так уже играть немножко мягко говоря скажу вам но скучновато что-то у нас как-то автобаланс мягко говоря не закинул не очень хорошо да я согласен у ее ну нехило так нехило боролой чувак пожалуй что еще вот не непонятно такой момент так это когда закончится бой все так моё чувак на нас троицу сделал непонятно что ли у него был вепр что ли своя да ну ничего сейчас мы постреляем не может быть понагибаем а может и нас помоги дают всяко может быть чувак держи ой да прилетела мне да venta не дал ну я могу так играть играет так чё ты решил обойти что ли получит засранчик к что ой ой да у чувака вроде веток поможет мне что-то я не устала разглядеть что же это у него там такое лак от неезжай так как все оборону тоже нет второй блин блин могла бы быть и троица но троицы нету ведь недаром есть такая поговорка третий лишний да третий все-таки лишний поэтому меня этот третий не убил а вот почему третий лишний я надеюсь у вас не будет видно как это у меня тут немножко так пролагала она наверно ком почистить так вот вот почему третий лишний это уже совсем другая история мой убилев какой-то владюша что за владюша владюша зажимает это еще кто такой к да заход цели меня конкретно но так как ники над головой не пишет то хрен пойми кто тут свой а кто чужой ай-яй-яй-яй-яй да это было больно да ну что ты как поедешь ой да бывает бывают жизни на ровчине то побежали стрелять моёй да как-то я не сразу среагировал ведь надо ориентироваться еще по звуку на радара у меня скажем так и нету о ё-моё да очень даже печально чё здорово если говорить про коронный мозг но если не занимается хренью как я тут то скажу вам так пушка очень даже неплохо я вам скажу очень даже ствол хороший да есть такое дело давайте тут сядем так ой да как то я хотел скажу вам неправильно как говорил один герой мультфильма это какие-то неправильные пчелы а значит что у них неправильный мед ну вроде попал чувака скорее всего дал ему жирный крест и не сланшотил так как все таки мне теперь непонятно прошел урон или нету здорово 1 2 о тройте сделал а вот теперь третий не лишний так вот теперь хрен не пойми порой третий лишний или третий не лишний походу это из этой из австралии потому что в австралии обычно третий не лишний да я это в какой-то статистике считал а вот и бой закончился в принципе неплохо давайте я напишу свою фирменную фразу чувакам чтобы они скажем так может что-нибудь скажут ладно ребят но я с вами прощаюсь если вам понравилось данное видео то не ленитесь поставьте ему лайкосик расскажите о нем своим друзьям если они тоже играют вордфест если вы еще не подписаны на мой канал то я рекомендую вам подписаться вступайте в мой паблик вконтакте всем спасибо за внимание всем пока пока братюни